В соответствии с поручением президента Азербайджана 5 июля состоялась очередная поездка на освобожденной территории во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем администрации президента Самиром Нуреевым. Они оценили темпы восстановительных работ в Карабахе. Тему продолжим с политологом Ильгаром Велизаде, который выходит с нами на прямую связь. Здравствуйте, Ильгар Меалем. Здравствуйте, Анастасия. Ранее сообщалось о том, что предприниматели, желающие стать резидентами Ахдамского промышленного парка, предоставили 15 проектов общей инвестиционной стоимостью более 60 миллионов монатов. Я вот думаю, что это как раз-таки поможет превратить Ахдам в большой промышленный центр. Как вы думаете, так ли это? Ну, на самом деле сегодня происходит формирование, скажем, хозяйственного облика Карабахского экономического района. Мы знаем, что указом президента нашей страны в прошлом году, как раз летом прошлого года, ровно год проходит с момента этого события, были образованы два важных экономических района. Это Ахдамский, вернее, Карабахский экономический район, а также Восточно-Зангизурский экономический район. И вот та промышленная зона, которая сегодня формируется здесь, она способствует формированию, скажем так, промышленного облика и Ахдама, и, скажем, всего Карабахского экономического района. Кроме того, этот технопарк станет притягательной окновой для роста инвестиций в этот регион. Сегодня вот эти проекты свидетельствуют о том, что основания полагать, что этот регион станет очень интересен для инвестиций, как местных, так и зарубежных, достаточно. И это позволяет говорить о том, что на самом деле, то, что вы говорите, этот регион возрождается, ускоренными темпами возрождается, и, естественно, в скором времени сюда вернется жизнь. А как вы думаете, какие преимущества вообще все это принесет непосредственно для резидентов? Ну, во-первых, здесь созданы специальные условия, речь идет о преференциальных налоговых условиях, и что в значительной степени способствует привлечению вот этих инвестиций, и для комфортной деятельности резидентов создаются все необходимые условия. Кроме того, мы видим, и, кстати, какая-то поездка показала, что здесь активно строится инфраструктура, производственная инфраструктура, гидроэлектростанции, соответствующие, скажем так, пути сообщения. Вот эти коммуникации, эта инфраструктура поможет, конечно, в значительной степени облегчить деятельность резидентов, стимулирует привлечение новых резидентов в этот парк и в целом в Карабахский экономический регион, и создастся условия для того, чтобы те проекты, которые были предложены, успешно реализовывались. — Благодарю вас, Ильгар Меолим, спасибо вам большое за комментарий. — Спасибо. — До свидания. А я напомню, что с нами на прямой связи был политолог Ильгар Велизаде. Субтитры создавал DimaTorzok